Публичное акционерное общество Химпром вновь оказалось в центре общественного внимания. 13 июня на его территории вспыхнул пожар на производстве гипохлорита кальция. Напомним, его открыли пару лет назад, огонь тушили два часа. Пострадало 500 квадратных метров площади, по официальной версии обошлось без человеческих жертв. Что стало причиной чрезвычайного происшествия и кто понесет за это наказание, разбиралась наша съемочная группа. Машина поедет чуть-чуть. Клубы черного дыма стелились по всей промышленной зоне Новочебоксарска. То, что горит крупный объект, было видно из города. Был запах гори, было через окно. Чувствовалось, очень черный дым шел в сторону города. Конечно, риск есть. Ничего. Что тебе сделаешь? Или надо завод подальше строить? Подальше от города, чтобы это не было риском для детей и для жителей города. Выброси бывают, они везде. Даже до Чебоксара находят, если честно. Очень часто на химопром жалуются на загазованность в городе. Ну и вот вчерашний, позавчерашний случай тоже из ряда вон. Ну, надеюсь, устранят. Я тут 55 лет живу в городе. 37 лет на химии отработал аппаратчиком. Так что, кое-что знаю про химпром. Цех по производству гипохлорита кальция открыли в 2018 году. За три года он не раз становился объектом проверок контролирующих органов из-за жалоб жителей города. Один из последних случаев – прошлой осенью и зимой люди жаловались на сильный запах хлора и гарем в Новочебоксарске. Органами Роспотребнадзора тогда было выявлено превышение концентрации вредного вещества в нескольких точках города химиков и на территории предприятия. Расследование еще продолжается. Правоохранители пока не доказали, что источник неприятного запаха находится на территории химпрома. 30 мая тоже был пожар. Тогда в основном пострадала только кровля здания. Проверка по этому случаю еще идет. Что касается ЧП 13 июня, по предварительным данным прокуратуры республики, источником пожара могла стать тара с готовой продукцией – гипохлоритом кальция, которая находилась в помещении цеха. К возгоранию могло привести попадание воды на продукцию. Прокуратура города также инициирована проверка на предмет наличия в действиях должностных лиц предприятия признаков преступления, предусмотренного статьей 217 Уголовного кодекса России, а именно нарушение требований промышленной безопасности на особо опасном промышленном объекте. Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела материалы проверки переданы прокуратурой в органы Следственного комитета. Уголовным кодексом России предусмотрена ответственность за совершение преступления в случаях нарушения требований промышленной безопасности на особо опасных промышленных объектов. В случае, если в результате указанных действий кому-либо причинен тяжкий вред здоровью или причинен иной крупный ущерб. То есть, поэтому в данном случае, если будет установлено, что крупный ущерб в результате данного пожалова был произведен, и эти действия возникли вследствие нележащей работы должностных лиц предприятия по организации безопасности на территории объекта, то вполне возможно будет возбуждено уголовное дело. Пробы воздуха, взятые после пожара на производстве и в разных точках города, не показали превышение концентрации хлора. Небольшое увеличение выявлено только в рабочей зоне цеха. Проверки продолжаются. Татьяна Трофимова, Юлия Адюкова, Юрий Марков, Николай Скворцов, Республика.